Всем привет! Сальса Геймер у микрофона. Флэшер – жанр, в котором редко выходят стоящие игры. Тем более, что локомотивов этого жанра становится всё меньше. У Devil May Cry давно не было вестей, а вот Кратос, потому что God of War был эталоном жанра флэшер, превратился в бубнящего деда войны и больше не такой резвый. Но есть и глоток свежего воздуха среди образовавшейся духоты. Это новая игра Wanted Dead. Занимаются игрой разработчики выходцы Steam Ninja, работавшие на многоликой серии Ninja Gaiden. Это была серия игр, прошедшая путь от автоматной аркады до очень стильного экшена с Ninja со сверхъестественными способностями в главной роли. Углубляться в историю серии «Я не хочу» – это замусорит ролик ненужной информации, тем более что он совсем не об этом. Wanted Dead – это слэшер-шутер, за основу боевой системы взята боевая система из Bayonet и Devil May Cry. И если следы чудаковатой ведьмы я не особо увидел, то Devil May Cry видно по первым кадрам. Вообще, очень рекомендую выделить полчаса времени и посмотреть ролик с записанной боевой системой. Целиков – под кофе или пиво, кому что нравится. Любители стильных боевиков получат особое эстетическое удовольствие, уверяю вас, я был в восторге от происходящего. Главная героиня орудует то мечом, то автоматом, то пистолетом, при этом эффективно на бандюков напрыгивает, мечом их кромсает, то вдруг сбивает с ног и стреляет под подбородок, то одним рывком сразу нескольких врагов нажашлыть. А удар ноги в грудь с отлетом супостата в стенку, как вам друзья? Перестрелки, батальные сцены не стихают ни на минуту. Несмотря на довольно средненькую графику, иногда даже прилетающий в монитор баги, все смотрится шикарно. И адреналин начинает бить в уши даже при просмотре геймплея. Но давайте обо всем по порядку. Действия игры происходят в Гонконге в недалеком будущем. Честно говоря, некоторые кадры, как и появившийся танк, поразительно похожий на Татикому, будто целиком взятый из аниме Призрак в доспехах, что в моем случае добавляет игре баллов. Налет киперпанка тоже связан с тем, что разработчики явно вдохновлялись этим аниме-сериалом. В Гонконге не все спокойно. Некая корпорация захотела присвоить себе армейский контракт вместе со всеми секретными разработками. Мы берем на себя роль лейтенанта полиции отряда зомби-юнок Ханны Стоун. Она состоит в элитном подразделении полиции специального назначения. Привет от лейтенанта Мотоку Кузанаги из девятого отдела. Мы должны раскрыть крупный заговор правительства и корпорации. Против нас наемники, члены банд и частные военные подрядчики. К счастью игра не собирается душить игрока скучными деталями расследования, не попытается показать другую сторону конфликта, новомодную в Call of Duty серую мораль. К счастью здесь этого нет. Мы крутой коп друзья, который должен навести порядок и засадить всех плохих парней за решетку. Сюжет игры это классический боевик с 70-х и 80-х в стиле Коммандос или Крепкого Орешка, без лишнего и ненужного подтекста. И задавать игре вопросы вроде, что в центре здания делает огромный боевой танк и как он туда въехал, не сломав пол здания, а еще зачем вокруг проскидали бандиты гранатометы, которым его можно взорвать, не надо. Игра сделана для того, чтобы вы наслаждались боевой системой и почувствовали себя крутым копом. А чтобы я мог наслаждаться проделанной своей работой, прожмите пожалуйста друзья лайк под этим видео. Давайте подробнее поговорим о боевой системе. Всего нас ждут 5 миссий на 5 больших локациях. В общей сложности прохождение займет 12 часов. Мы начнем игру без особых умений. Герой не сможет прятаться за укрытиями, стрелять из автомата и наносить простые рубящие удары мечом. Игроку придется быстро переключаться между противниками, комбинируя атаки ближнего боя со стрельбой на поражение. Игрок должен быстро ориентироваться, нажимая на нужные кнопки и уничтожая противников. Собьетесь с ритма, примите неверное решение по поводу атаки и уже все. Ваша героиня лежит на полу в луже собственной крови. Придется начинать уровень заново. По словам журналистов, получивших пресс-версию игры, чекпоинт на каждом уровне один в начале миссии, так что ошибки будут откатывать вас к началу уровня. По мере накопления опыта по ликвидации врагов, лейтенант Стоун будет развивать свои навыки. Всего навыков будет три ветки. Первая ветка развивает навыки ближнего боя и по сути добавляет варианты расправы с врагами и возможных комбинаций ударов. После изучения этой ветки навыков, Ханна сможет обезоруживать врагов путем удаления лишнего, эффективно работать ногами, стремительным ударом по дуге катаной, уничтожать взъявавшихся врагов, внезапно выскочив из укрытия. Пробиваем в прыжке грудную клетку, или замедлить время и точными выстрелами из пистолета уложить двух-трех врагов. Эта цепочка также откроет вам новые анимации с эффектными добиваниями. Анимации добивания нам обещают более 50, и смотрятся они зрелищно. Вторая ветка нужна для прокачки защиты, улучшить бронежилет, увеличить промежуток времени для эффективной атаки мечом, увеличивать количество аптечек у героини в карманах. Да, в игре можно забиться в угол и сделать инъекцию по правил здоровья героини, если успеете. А что вы точно успеете, это оформить в подписку на канал. Вмите кнопку под видео, чтобы не пропустить новые крутые видео о новинках игр и гайды. Третья ветка прокачки улучшает оснащение. У героини в кармашках появятся гранаты. Это четко видно по геймплею. Вначале у героини счетчик гранат на нуле, но как только открываются умения, боевых гранат становятся три. Это весьма полезное средство от засевших укреплений врагов или большого скопления противников. Позже можно получить гранаты вспышки, уменьшить разброс автомата и улучшить точность попаданий, сократить время перезарядки, а аптечки будут лучше лечить. Враги тоже будут копить опыт и улучшать свои боевые навыки. Если первые зеленые лабранцы не будут прятаться за укрытиями и в ближнем бою только боязливо отступать, то товарищи поопытнее уже не будут лезть под пули. В ближнем бою они выхватят нож и даже смогут отбивать ваши атаки. В ответ вы, друзья, не стесняйтесь блокировать их удары и тут же атаковать. У них также появятся гранаты, а у некоторых ростовой щит, закрывающий их от любых атак. Иногда будут попадаться особые враги, вроде вот этого ниндзя, который внезапно выскочил из комнаты. Они гораздо сильнее и проворнее обычных бойцов, но и у них есть слабые стороны. Из самых сильных врагов в демонстрации геймплея был танк. И то он был с виду страшный, а игрок без особого труда разобрал его на запчасти. Если игрок все правильно делает, то действие главной героини будет похоже на смертоносный балет с кучей зрелищных анимаций. Вы только подумайте, больше 50 возможных добиваний. Надо попробовать все. Помогать в бою вам будут напарники. Вы не сможете отдавать им приказы и чаще всего они картонными фигурками кружатся вокруг вас и врагов. Иногда вял, постреливая в последних. Осовой помощи от них не ждите. Редкие случаи, когда они отвлекут внимание одного противника. Но чаще всего террористу на них не обращают никакого внимания. Зато в перерывах между миссиями с ними можно хорошо провести время. Для того, чтобы игрока не утомляли бесконечные перестрелки, между ними разработчики вставили несколько забавных мини-игр. Вы отправитесь с коллегами в бар. Там можно поиграть в автомат, посоревноваться в скорости поедания рамен, а также попеть в караоке. Ответственная за музыку знаменитая диджей электронной музыки с русскими корнями Даша Раш. Вы можете послушать ее музыку в аниме с названием игры. Про тяжелую жизнь девушки-официантки. Музыка мне пришлась по вкусу. Советую ознакомиться. Но казалось бы, в геймплейном ролике должна демонстрироваться лучшая картинка, на которую способна игра. Но даже там видно, что картинка у игры отсталая от передовых игр. С источниками света почти не работали, а у окружения очень слабая разрушаемость. От стрельбы и взрыва гранаты в дребезги разлетаются мониторы и бумаги. Но столы и стулья даже не шелохнутся. От пуль не остается следа в стенах и на любых предметах. Так же, как и во время удара, катана проходит сквозь текстуры стола и не оставляет царапин. Видимо, бюджет у игры скудный. Весь ушел на боевую систему. Но благодаря этому у игры вполне демократичные системные требования. А в динамике боя игрок будет занят совершенно другим. А не рассматривать следы от пуль и если на полу пустые гильзы. Игра выходит уже 14 февраля 2023 года. Так что, кто не знает, чем заняться в День влюбленных, пожалуйста, возьмите на заметку. Игра выйдет на ПК в Steam. Позже она появится в Epic Store. Также на PS5. Позже на PS4. Xbox One. SX. Русский язык не заявлен. В России игра будет продаваться параллельным импортом. Наступает пятничный расслабон. Пока-пока и небом и попустиком. Субтитры создавал DimaTorzok